Здравствуйте! В эфире же недельный выпуск новостей Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Сегодня в программе подготовка к строительству Смоленской АЭС-2, тренировка с уникальной противоаварийной техникой, обучающий семинар по производственной системе Росатома, открытое первенство Смоленской АЭС, День русской кухни. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3059 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 13 дней июня составила 868 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 10 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 508 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе земель, где будет построен САЭС-2, из лесного фонда в категорию земель промышленного назначения. Его появлению предшествовал длительный процесс представления веских оснований, сбора внушительного пакета документов, их согласования многочисленными инстанциями. Изменение целевого назначения земельного участка дает зеленый свет дальнейшей работе по подготовке к сооружению новых генерирующих мощностей. Напомню, что в августе 2016 года вышло распоряжение правительства, которым утверждена дорожная карта строительства энергетических объектов Российской Федерации. И Смоленская АЭС-2 в эту карту была включена. В сентябре 2016 года была получена лицензия на размещение двух энергоблоков Смоленской АЭС-2. Лицензию нам дал регулирующий орган Ростехнадзор. Ну и вот буквально недавно совершен еще один маленький шаг в сторону управления строительства Смоленской АЭС-2. 30 мая представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о переводе более чем 400 гектаров земли, на которых планируется построить Смоленскую АЭС, из земель Гослесфонда в земли промышленности и энергетики. Это дает возможность концерну, Росэнергоатам, либо выкупить эту землю у государства, либо взять ее в долгосрочную аренду. То есть совершен еще один шаг на пути к сооружению Смоленской АЭС-2. Напомним, что для строительства Смоленска АЭС-2 выбрана площадка в районе деревни Пятидворка, расположенная в 6 километрах от действующих энергоблоков. Там планируется реализовать проект ВВР ТОИ с реакторными установками нового поколения. На Смоленской АЭС прошла плановая противоаварийная тренировка с целью отработки действий персонала по развертыванию и использованию противоаварийной мобильной техники в случае возникновения нештатной ситуации. Это очередной этап подготовки смоленских атомщиков к предстоящей в ноябре комплексной тренировке с участием группы оказания экстренной помощи АЭС «ОПАС» концерна «Росэнергоатом». В районе реки Гнезно был развернут передвижной насосно-рукавный комплекс. Его задача в случае нештатной ситуации оперативно обеспечить бесперебойную подачу воды из резервного источника для охлаждения активной зоны реактора, бассейнов выдержки и хранилища отработавшего ядерного топлива. Данные тренировки необходимы нам для разработки дополнительных мероприятий по улучшению координации взаимодействия между подразделениями и по выявлению технических особенностей и способностей нашей техники. Эта техника уникальна. Она способна перемещаться в условиях полного бездорожья, по снежным заносам, болотам, обвалам и массовым разрушениям, а также в реке или водоеме. Может обеспечить подачу 1200 кубических метров воды на расстоянии до 3 километров. Сохраняет работоспособность при землетрясении в 7 баллов и температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Уникальность не только в технике, уникальность еще и в персонале, который на этой технике работает. Техника изготавливается штучно, изготавливается под заказ, изготавливается на единственном предприятии в стране. И именно там размещен полигон испытательный, испытательно для обучения предназначенный. И там наши водители проходили трехмесячное обучение. Чтобы быть в постоянной готовности к реагированию в нештатной ситуации, навыки работы персонала с противоаварийной техникой отрабатываются на плановых тренировках, причем не только с основным, но и с запасным составом. В июле 2017 года на Смоленск АЭС пройдет комплексная тренировка с использованием всей противоаварийной мобильной техники, имеющейся в арсенале станции. В ноябре запланирована тренировка с участием группы оказания экстренной помощи АЭС «ОПАС» концерна «Росэнергоатом». На Смоленск АЭС состоялся обучающий семинар-консультация, посвященный методике реализации ПСР-проектов. Подобные встречи в формате круглого стола традиционно проходят по пятницам в инфоцентре директора. Участвовать в семинарах могут все, кто хочет повысить свою ПСР-активность, разобраться в том, что пока непонятно. Семинары очень полезные. Лично для себя я на каждом семинаре узнаю что-то новое, и что помогает в реализации ПСР-проекта, и просто в повседневной работе, потому что без этих знаний иногда сложно. И начать проект правильно, составить карточку, и заполнять отчеты. Я положительно отношусь к ПСР-движению на нашем предприятии, поддерживаю его. При формировании плана развития производственной системы Росатома на Смоленск АЭС и постановке новых задач были затруднения с тем, как донести новые требования до сотрудников, будь то требования к выбору темы ПСР-проекта или к оформлению отчетной документации по нему. Тогда и родилась идея систематизировать процесс консультирования, чтобы максимально обогатить сотрудников конкретными знаниями и повысить уровень вовлеченности в ПСР. Практика проведения таких семинаров родилась еще весной прошлого года. Основной целью таких семинаров – это было ознакомление персонала Смоленск АЭС с той методологией, которая была внедрена впервые именно на тот промежуток времени. Сегодняшний семинар, в этом году это уже пятый семинар, как раз-таки по внедрению изменений в сам процесс, который мы изменили результатами ПСР-проекта. Следующий семинар, который пройдет у нас уже 16 июня, он будет посвящен определению экономического эффекта ПСР-проекта и ППУ. Четвертое открытое первенство Смоленска АЭС по гребле на лодках «Дракон», посвященное Дню России, собрало 13 команд из Десногорска, Москвы, Дзержинска и Пушкина. Самым многочисленным составом на воду вышли атомщики. Три команды поборолись за лидерство в этом экзотическом виде спорта, а под флагом Просоюзного комитета Смоленской станции – команда десногорских школьников. Спорт – это основа нашей безопасности. Человек, который занимается спортом, он, естественно, имеет очень, грубо скажем, хорошее здоровье. И он все те кризисные моменты, которые происходят на работе, особенно при оперативном переключении, обладает хорошей выносливостью. Когда лично соединяется воедино в одно, в любом направлении, вот сейчас в спорте или в чем-то другом, вот тогда и будет результат. И вот это, на мой взгляд, самое важное в этом виде соревнований – это объединение. Соревнования проходили среди мужских и женских команд на коротких дистанциях в 500 и на длинные 2000 метров, для мужчин и 1000 метров для женщин. Среди мужских команд на 500-ке лидером стала сборная Смоленская АЭС «Атом». Второе место заняла команда из Москвы. Третье место – команда из Пушкина. На дистанции в 2 километра уверенную победу одержала команда из Пушкина. Второй финишную черту преодолели москвичи. Третье место – у «Атома». Среди женских команд на коротких длинных дистанциях бесспорным лидером стала команда «Дельфин» из Пушкина. Два вторых места – у команды «ЦМ» Десногорск. Две бронзы увезла домой команда девушек из Москвы. Дежинск, Москва, Пушкина – это самые сильные команды сейчас в России. И мы очень рады, что они нашли время в очередной раз с нами погоняться. Первенство в Десногорске прошло на высоком уровне и стало настоящим праздником для всех любителей водных видов спорта. Уровень соревнований в Десногорске очень высок и, сравнивая с другими регионами, просто очень хорошо. Мне нравится. Все победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и призами от администрации и профсоюза «Атомной станции». Замечательный кулинарный подарок смоленским атомщикам приготовили работники общественного питания «Сейс-сервис» на День России. Блюда русской кухни не требуют специальных знаний и экзотических ингредиентов. Но чтобы приготовить действительно вкусное кушание, требуется большой опыт. Отведать салаты, традиционные супы, сытные горячие блюда и непревзойденные десерты вам предлагает коллектив «Столовой». Всегда, каждый раз потрясает своим разнообразием фантазии, с которой они подходят к приготовлению блюд. Но о том, что это безумно вкусно, это может сказать наши подносы, которые полны. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова